Добрый день, в эфире программа Я в деле и мы говорим о профессионалах своего дела на канале Медиаметрикс. С вами ведущий Александр Державин. Тема сегодня нашего эфира – «Коммуникации в бизнесе». Мы поговорим, как выстраивать эффективные коммуникации в бизнесе и узнаем уникальные рекомендации от нашего эксперта. У нас в гостях Елена Станиславовна Вавилова, полковник службы внешней разведки в отставке, бизнес-тренер, писатель. Елена Станиславовна, добрый день. Здравствуйте. Очень интересно. У нас будет диалог, потому что особый интерес вызывает та профессия, в которой вы посвятили многие годы в своей жизни. Вы полковник службы внешней разведки в отставке. Но я уверен, что у вас остались компетенции, которые могут быть полезны многим бизнесменам и предпринимателям. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Скажите, как вообще использовать коммуникацию и какую использовать коммуникацию в той или иной сложной ситуации? Давайте начнем с самого такого востребованного, актуального на сегодняшний день. Да, конечно. Коммуникация очень важна в любой ситуации, особенно когда приходится решать сложные задачи в жизни. Они у нас встречаются и в обычной жизни, ну и, конечно, в бизнесе. Прежде всего, работа с людьми – это основа. На мой взгляд, это очень важное качество человека, которым он должен постоянно овладевать и совершенствовать его. И в любой коммуникации, в любом бизнес-диалоге или переговорах важно, во-первых, выстраивать четкий план. Ну, по сути, любой бизнесмен, любой предприниматель должен быть стратегом. В том числе не только стратегом в развитии компании или продукта, но и во взаимоотношении с людьми. То есть, понимать, к кому нужно обращаться, как с этими людьми разговаривать. И, конечно, сложные ситуации, они требуют у человека и понимания собеседника, и выстраивания вот этой стратегии. То есть, что нужно подсветить, какие нужно фразы использовать, как нужно себя преподносить. Здесь есть небольшие секреты. И, конечно, каждый человек, по сути, в течение жизни вырабатывает определенную собственную модель. У всех у нас какой-то свой подход. И, в общем-то, нужно найти вот это свое «я» в бизнесе и в переговорах, и в коммуникациях, чтобы потом пользоваться этим успешно и эффективно. Но очень много составляющих в любом разговоре человека с человеком, поэтому этому нужно учиться. Вот вы сказали «установить контакт». Все начинается именно с него. Установить контакт. Я думаю, что порождает сложную ситуацию. Вот именно неправильно установлен изначально контакт. Возможно, посеянные какие-то интенции, сомнения, какая-то кривизна, ложные данные. Вот как устанавливать контакт, чтобы он в дальнейшем приводил к эффективной динамике общения? Контакты мы устанавливаем каждый день. И, безусловно, это и навык, но это и практика. Чем больше мы общаемся с людьми, тем лучше мы становимся в этом. Первый контакт может быть успешным, менее успешным. Но здесь не нужно считать, что он единственный. Самое главное, установить первый контакт, понять, как дальше с человеком работать. У нас в разведке есть такое правило. Нужно оценить человека с трех позиций. Опасен он, не опасен. То есть представляет ли он какую-то опасность в плане дальнейшего развития отношений. И решить для себя, насколько человек действительно, и ему можно доверять, насколько он надежный. Второй такой аспект нужно понять, полезен ли человек, не полезен, интересен он, нам не интересен. Поэтому от этого тоже зависит, как мы этот первый контакт устанавливаем. С большим каким-то рвением, с большим искусством или с меньшим. И третий вопрос – это понятие, какого характера человек, то есть какая у него внутренняя установка. И этот вопрос, сложен он или не сложен. Если человек сложен или он другого типа отличается от вас, нужно приложить больше усилий и уметь работать с любым типом человека. Поэтому первый контакт – это наше первое соприкосновение лучше, если этот первый контакт состоится после детального изучения человека, собеседника, с которым мы знакомимся. Но это не всегда возможно, но если такая возможность есть, мне кажется, очень важно, выходя на какую-то компанию, на какого-то руководителя, будь это поставщик, контрагент, клиент, обязательно изучить, изучить его историю, изучить его какие-то моменты, даже жизненные, семейные, скажем. Это помогает вот этому первому контакту, потому что мы можем сыграть на каких-то моментах, которые происходят в жизни этого человека, или каких-то достижениях. И если мы сможем это использовать, даже при первом контакте, это уже способствует, ну, так сказать, цементированию вот этих первых отношений. Потом всё равно нужна будет работа, но первый контакт, он должен быть вот именно с вниманием к человеку, с возможностью отметить что-то положительное в нём, ну и, конечно, эмоциональная какая-то атмосфера, доброжелание, приятного разговора, она должна быть, потому что это располагает любого человека, даже если он очень замкнутый, даже если он неразговорчивый, всё равно это задача человека, который заинтересован в этом первом контакте, обеспечить такую обстановку. Вообще, вот я считаю, что каждый человек должен отвечать за свою коммуникацию, то есть мы ответственны, мы должны научиться работать с любыми людьми, будь это, не знаю, водитель такси или дворник, которого мы можем встречать каждое утро, либо руководитель большой компании. Вот умение найти общий язык с любым типом человека и из любой социальной группы, это очень важно. И это нужно, я считаю, воспитывать в людях с детства, в семье, вот такое уважительное отношение ко всем, и это помогает потом человеку находить общий язык с любым, и в том числе начинать общение, вот для него не будет представлять какой-то сложности. Скажите, а есть ли, вот вы сказали три позиции, опасен, не опасен, а второй не запомнил. Интересен, не интересен. А, интересен, не интересен, и третья позиция. Сложен или сложен. Сложен и сложен. Да. А есть ли еще какие-то вот приемы во время коммуникации, во время уже общения, опираясь на которые, всегда можно поддерживать теплый контакт, всегда можно создавать вот эту теплую атмосферу коммуникации? Конечно. Ну, во-первых, улыбка, улыбка, упоминание имени человека, это играет большую роль. Умение слушать очень важно. Иногда мы стремимся больше рассказать о себе, показать себя с лучшей стороны. Этого нужно опасаться, потому что каждый человек хочет тоже раскрыться. Дать ему возможность раскрыться – это хороший прием. Конечно, вот я сказала, три составляющие в оценке человека первоначально. Есть еще три составляющие во время разговора. Это первое эмоциональное сопряжение, то есть найти и быть с человеком на одной волне. Если человек воодушевленный чем-то, он радостный, значит, вы тоже должны быть оптимистично настроены. Если вы видите, что у человека трудности, сложности, может быть, он не очень в таком бодром состоянии, значит, нужно где-то снизить градус, чтобы человек чувствовал, что вы его и понимаете, и что вы примерно такой же. Это называется мимикрировать под человека. Вторая, наверное, такая важная составляющая любого общения – это поиск общих интересов. Поверьте, даже в бизнесе, разговаривая о чем-то серьезном, можно узнать о человеке что-то, что будет его с вами связывать. Будь это какие-то общие семейные обстоятельства, скажем, дети одного возраста, или дети переходного возраста, возможно, переезд из одного места в другое, это вот, возможно, ну, какие-то общие интересы в искусстве. И нащупать это можно, в принципе, в любом разговоре, даже в деловой коммуникации, путем вопросов, путем незначительных каких-то комментариев о том, что вас окружает, мы отталкиваемся всегда от конкретных обстоятельств, которые нас с человеком свели. Если вы заходите в офис кого-то, можно обратить внимание на то, какие у него элементы, скажем, в офисе находятся. Может быть, какие-то картины, может быть, какие-то интересные предметы, и обратить на них внимание. Вот это будет выводить общение на такой нейтральный уровень, как мы говорим, тоже у нас есть такой термин, нейтральная основа. И очень часто люди сходятся и находят общие интересы, и даже когда бизнес, скажем, не продолжается совместный, они могут все равно продолжать поддерживать отношения. И кто знает, куда дальше выведет их жизнь. Возможно, они станут еще раз партнерами где-то через несколько лет. Это очень важно. И третье, наверное, я скажу, что вот поиск каких-то общих друзей, знакомых, то, что тоже людей всегда связывает. Если нащупаны такие вот элементы или общая общность, круга знакомых, это очень полезно. Да, это, казалось бы, такие вот узнаваемые вещи, но мы о них забываем. И в итоге это, правда, очень сильно влияет на коммуникацию. Потому что когда ты чувствуешь свой-чужой, вот это понятие свой-чужой рождается именно вот из этой эмоциональной эмпатии, из этой эмоциональной теплоты, из этой связанности, из этой единенности, как бы как свой вот уже, да? Да, конечно. И люди об этом забывают. Дело в том, что очень часто человек, ну, как бы плывет по течению. То есть он думает, ну, выстроится отношение хорошо, не выстроится там, я что-то придумаю или перейду к другому. Вот это иногда бывает ошибочная такая постановка дел. Мне кажется, что важна все-таки системность в работе с людьми. Особенно в бизнесе. Люди, которые хотят добиться успеха, они должны выстраивать стратегию работы. Так же, как вот в разведке без этого нельзя. То есть жизнь нас заставила работать постоянно по каким-то планам. То есть выстраивать себе цель, задачу, искать, как к этой цели прийти. Это все стратегия. И это такое, ну, системное мышление, если можно сказать. Вот оно полезно, да, в коммуникации. Чтобы не получалось так, что человек теряет контроль, если так можно сказать, над человеческой своей экосистемой и надеется на какие-то случаи. А если это делать все целенаправленно и обдуманно, то результат будет намного лучше и быстрее. Это доказано многими случаями уже и в бизнесе. Очень много таких взаимоотношений, которые играют, наверное, решающую роль, когда люди находят бизнес-партнеров, когда они со своей идеей делятся с кем-то вокруг и понимают, кто может заинтересоваться этой идеей. Идут туда, идут к тем инвесторам, которые работают в той или иной сфере. Но идут не просто потому, что так получилось, а потому, что они продумали, где эти люди могут быть и как их найти. И очень часто мы все знаем о теории шести рукопожатий. И оказывается, что, в принципе, можно сократить и сделать несколько рукопожатий и прийти к нужному человеку. Но для этого нужно просто сесть и подумать, какая у меня цель, что мне нужно в ближайший период. И где эти люди, которые могут мне помочь, могут находиться. И дальше уже идти и выстраивать с ними отношения, понимая, что, в принципе, и мы, и человек, и любому человеку мы можем чем-то быть полезными. И вот не бояться искать этого обмена с нужными людьми. И вот это будет, наверное, более эффективным способом, чем просто сидеть и ждать, когда все само выстроится или в какой-то случай представится. К разговору о случае. Вот, к примеру, что-то произошло в коммуникации, что-то пошло не так, да, по какой-то причине, например, у визави возникает напряжение, которое переставит, например, в конфликтную ситуацию. Как сгладить ситуацию? Как выйти из нее? Конфликты, конечно, они в жизни у нас случаются. Это понятно, что трудно, наверное, избежать, особенно если человек очень активный, если он настаивает какую-то свою позицию или постоянно находится в переговорах. Здесь, наверное, совет прежде всего включать больше рациональное мышление, нежели эмоциональное. То есть мы не должны реагировать на ситуацию эмоциями. По крайней мере, мы должны бы их сдерживать. И научиться этому тоже можно. Это тренировка, это, в принципе, достижимо, даже если человек слишком вспыльчивый, плохо отходит. И очень важно все-таки отделить человека от проблемы, которые есть. Это помогает посмотреть, опять же, трезво на ситуацию и понять смысл, и увидеть какие-то рациональные зерна. То есть отделить человека от самой проблемы. Если человек сложный в общении, то можно, ну и нужно подстраиваться, конечно, где-то, может быть, дать ему возможность, скажем, проявить власть, властность какую-то, или высказать свое мнение, и нам нужно где-то снизить. Вот опять же, возвращаясь к тому, что человек должен отвечать за свою коммуникацию, значит, если такой типаж попался, значит, это ваша задача сделать так, чтобы не усиливать этот конфликт, не идти на конфронтацию, а наоборот сглаживать это. То есть найти аргументы, найти, может быть, полезно иногда взять паузу, например, сказать, что да, вот мы сегодня поговорили, у нас вроде как ничего не получается, давай все еще раз обдумаем, и через какое-то время снова возобновим. Это успокаивает человека, вспыльчивый человек, ну, каким-то образом все-таки немножко успокоится, и дальше у вас есть возможность, опять же, продумать тактику работы с этим человеком. Есть еще хороший способ, например, не усиливая конфликт, самостоятельно подвести и ввести в коммуникацию еще какого-то другого человека или группы людей. Это всегда разряжает обстановку. То есть если вы пришли не один, а пришли с помощником, скажем, человек, который, возможно, ваш, не знаю, совместный партнер какой-то. И опять же с этим конфликтным человеком вступаете в разговор, он уже, наверное, будет менее агрессивный, потому что он видит уже даже оценку другого, третьего человека. То есть здесь мы выходим вот на такой уровень более, ну, наверное, рациональный, когда человек не видит, если он к вам какие-то чувства испытывал, здесь он может разрядиться и больше общаться с другим человеком. Вот это такая подмена, как бы, себя кем-то другим. Это тоже работает. Бывает такая ситуация, что очень-очень долго идут переговоры, и они затягиваются, и контракт не подписывается. Вот как при помощи коммуникации можно усилить процесс подписания договора? Ну, во-первых, когда уже видно, что дело никуда не идёт, это немножко поздно. Здесь нужно либо как-то оставить окно возможностей и всё-таки дать им, ну, взять какую-то паузу. Но лучше всего в процессе переговоров всё-таки быть, опять же, хорошим стратегом. Показать, вот есть такие советы от людей, которые изучают психологию бизнесменов и переговорные позиции, говорят о том, что нужно показать, что для вас эти решения по переговорам, оно не очень важно. То есть показать, что вы не нуждаетесь в этом, а вы просто хотите выстроить отношения. Это немножко вот снижает вот эту конференционную такую составляющую. Человек, который находится на другой стороне, будет понимать, что, ну, в принципе, если ничего не получится, это не будет таким огромным разочарованием для другой стороны. Поэтому остаётся ещё всё-таки какой-то промежуточек для, возможно, возвращения к переговорам и какой-то поиск, ну, возможного компромисса. И чем лучше вы подготовились к началу переговоров, и в том числе, чем больше вопросов и возможных вариантов вы просмотрели, тем вам лучше, легче будет манипулировать и каким-то образом подстраиваться. То есть просчитать можно очень много вариантов. И когда человек предварительно делает такую работу, его трудно застать врасплох. То есть у вас будет, наверное, какое-то уже промежуточное решение на ту или иную проблему. И поэтому вот уже выруливать в процессе переговоров будет легче. Поэтому подготовка, она нужна к любой встрече. Любой важный для вас человек должен быть, ну, как бы, вот таким объектом изучения и тщательной подготовки. Очень часто не получается тогда, когда мы либо недостаточно времени затратили на развитие отношений с кем-то, и в том числе деловых, не продумали какие-то нюансы и, возможно, не нашли вот ту, ну, можно назвать ее миссии или какой-то основной полагающей идеи, которая бы все-таки привела вашего собеседника на переговорах к положительному решению. То есть нащупать эту, как часто называют, боль человека. То есть что этой компании или этому конкретно бизнесмену нужно, и как я могу сыграть на этом. И это тоже искусство, найти это понятие, что же будет важным. Либо снизить цену, либо предложить какие-то другие условия, что для него важнее. И вот тогда, уже двигаясь в процессе переговоров, можно это использовать. Да, да, да. И это, в принципе, не так просто, но при тщательном рассмотрении проблемы, да, или запроса, это можно сделать. Поэтому обычно переговоры заканчиваются плохим результатом, когда либо не нащупана необходимость, то, что нужно вашему контрагенту, либо еще бывает, ну, недостаточно затрачено время на то, чтобы убедить человека, возможно, не продумано, какие-то мельчайшие детали, которые могли бы склонить его в вашу сторону. Коммуникации в бизнесе уникальные рекомендации сегодня мы получаем от полковника службы внешней разведки, полковника в отставке, бизнес-тренера писателя Вавилова Елена Станиславовна в нашей студии. И мы сегодня говорим о разных случаях, и как начинать коммуникацию, и как ее продолжать, и как выходить из сложных ситуаций, и как предотвратить конфликт. И сейчас мы поговорим, что нельзя делать в коммуникации. Есть ли какие-то запретные темы? Конечно. Первое, самое главное, особенно и при первом знакомстве, ну, и в дальнейшем, это так называемая поведенческая гигиена. Это касается внешнего вида, вашего поведения, бизнес-этикета. Это касается то, как мы уважительно или нет относимся к собеседнику. Это все тоже тренировка, это все вырабатывается, и нужно понимать, куда вы попадаете в том или ином случае, и готовиться к этому, соответственно, себя вести, соответственно, одеваться. Но основные, конечно, правила это опрятность, вежливость. Дальше, то есть нужно на это обращать внимание. Дальше в виде уважительного отношения к человеку, оно не должно быть каким-то, таким вычурным, скажем так. Оно должно быть искренним. Вот опять же, изучение человека заранее поможет найти то, какие комплименты можно сделать, что можно отметить, как можно вызвать человека на большую откровенность, потому что это показывает вот это как раз уважение, и человек проникается и видит в вас, внимательного слушателя, который его понимает, и это уже выстраивает вот такие мостики своеобразные. И дальше, когда мы развиваем отношения, нам важно не использовать человека, потому что односторонняя попытка что-то от человека взять, она рано или поздно закончится фиаско. Ничего не получится, потому что люди, естественно, инстинктивно не хотят быть зависимы, не хотят делать что-то, что им в тягость, и здесь вот правило такое, что нужно все-таки в любом случае, в любых отношениях искать то, чем вы можете быть полезны для человека, и показывать это как можно раньше, чтобы человек понимал, что да, здесь стоит затратить свое время, стоит пообщаться с человеком, и тот или иной человек не будет не отвечать на ваши телефонные звонки и пытаться как бы уйти от общения с вами. Это не обязательно должно быть что-то суперважное или какое-то такое прорывное, прорывная услуга, это может быть просто сначала умение слушать и понимать человека, если у вас есть возможность понять, что ему нужно в тот или иной момент, и вы можете это ему дать, причем не всегда сами, не самостоятельно, для того, чтобы помочь тому или другому человеку, можно обращаться к своим другим друзьям, то есть круг ваших знакомых становится одновременно вот этим помощью для вас выстраивания отношений с важным для вас человеком, то есть мы становимся брокерами отношений, не только сами мы можем что-то дать, но мы можем пойти за этой помощью кому-то и соединить людей. Вот это очень важное качество, и к этому нужно стремиться, это будет способствовать хорошей коммуникации. Смотрите, а есть ли какие-то приемы вот именно из вашей профессиональной жизни, прошлой профессиональной жизни, которые вы привнесли в тренерскую работу на сегодняшний день? Ну, я считаю, что самое основное, что мы привнесли и что я хочу вообще транслировать через различные формы и через книгу, которую мы с супругом написали, «Нетворкинг для разведчиков», и затем в других тренингах и встречах обсуждений проблем, потому что уже обращаются конкретные компании с проблемами выстраивания, например, взаимоотношений с клиентами или нехватка клиентов, или выход на другие рынки. Поэтому здесь вот компетенция, я вижу, такую свою особенность, это то, что есть и то, что я пытаюсь людям рассказать, это дать систему. То есть системный подход, о чем я говорила, не просто научить, как здороваться, как давать визитку, как прощаться или как вести деловую переписку, а именно показать то, что ко всему нужно относиться серьезно и системно и выстраивать отношения. Выстраивать не только отношения, но и вокруг себя вот круг ваших знакомств и ваших контактов. Это очень серьезная работа, которая должна вестись каждый день. И опять же, не все люди умеют это делать. И мы, вот я пытаюсь рассказать о том, как нужно подойти, как проанализировать свой круг знакомств, как понять, кто важен, кто не важен. Сейчас частая проблема у успешных молодых людей бывает то, что у них очень много контактов. То есть не нехватка контактов, а огромное количество, больше там тысячи записей в телефоны, это тоже проблема. И люди не успевают работать с этими людьми, они говорят, за что браться, мы не знаем, как бы все это от нас уходит. Вот здесь очень важно научить людей показать, что нужно ставить приоритеты, приоритеты исходя из ваших целей. Нужно это прорабатывать. Дальше разделять ваши контакты на группы по приоритетам. То есть те, кто нужен сейчас, и те, кто нужен, может быть, не очень, но их нужно все равно поддерживать. С какой периодичностью, как это делать. И, например, группа людей, которые не очень интересны, их можно перевести в, ну, скажем, в качестве, иметь в качестве таких спящих, да, как мы были спящие агенты, с одной стороны, так называют иногда нелегалов, но мы, конечно, не сидели, не ждали у моря погоды, мы работали. Но, тем не менее, вот такие в обычной жизни могут быть люди, которых не нужно задействовать непосредственно сейчас, но все равно с ними нужно поддерживать отношения, нельзя пустить на самотек и, например, исчезнуть из жизни человека на многие годы, а потом, когда он вам понадобится, вдруг появится. Это не вызовет хорошего отношения к вам. Поэтому вот система, которую мы с супругом разработали, которую мы пытаемся преподнести, это авторская система, да, это авторская система, именно выстраивание нетворкинга. Это не микро-менеджмент, как можно сказать, отношений, а это именно взгляд сверху и умение понять, кто вам нужен, какие категории людей, это тоже в нашей системе, какие категории людей важны, как они, чем они отличаются, как найти основу отношений с тем или иным человеком, как себе взращивать, вот это то, чем мы можем обмениваться, меняться с кем-то. Это тоже такая должна быть полномерная работа. И показать человека, что у него есть этот ресурс, это очень важно. Я хотел бы коснуться вопроса в дипломатии. Дипломатия в общении, в коммуникации. Как она воспитывается, как она выстраивается? Дипломатия – это важный аспект. Мы это понимаем, наверное, в жизни, как умение правильно вести переговоры, но отстаивать свою позицию, умение именно выстроить отношения так, чтобы никакая сторона не чувствовала себя ущемленной. Это вот в переговорах тоже очень важно, показать, что мнение другого человека важно, но для вас все-таки у вас есть какая-то своя идея, и вы хотите, опять же, вы хотите преподнести или продать, скажем, то, что будет важно для другого человека, но не ущемляя своих каких-то условий или своей позиции. Поэтому вот показать, что да, вы согласны взаимодействовать с кем-то, но будут определенные условия. Вот эти условия, как и в дипломатии, внешней политике, они у каждого свои, каждый защищает свои границы, свои какие-то собственные интересы. Поэтому дипломатия должна применяться вот всегда, когда нужно с одной стороны отставить свою позицию, но не вступая в конфликт. Вот эта бесконфликтность, это тоже проявление дипломатии. То есть вы не должны допускать до того, чтобы отношения переходили в какие-то личные рамки или были направлены конкретно на того или иного руководителя. Вам нужно обсуждать бизнес-проблемы. Вы должны четко их аргументировать. Вот, пожалуйста, дипломатия, это аргументы. То есть у каждой стороны есть своя. Правда? Да. Но мы это аргументируем. Почему мы так считаем, почему мы считаем это важно. И вот эти аргументы должны готовиться тоже. То есть подготовка к любому общению должна быть тщательной. То, как дипломаты, вы знаете, что прежде чем приехать в ту или иную страну, то есть если, например, мы принимаем руководителя той или иной страны у нас, переговорщику, то есть дипломату дается огромная папка, в том числе собранная и спецслужбами, и с полным описанием виз-ави, который будет на переговорах с другой стороны. То есть там описывается все, вплоть до того, сколько питомцев, собачек, кошечек у них есть, какие взаимоотношения с детьми, где учился, с кем общался, какие интересы, садоводство или там кулинария. Вот это все выкладывается для того, чтобы дипломат умел, умел как бы правильно выстраивать отношения. И я считаю, что каждый человек должен тоже использовать это для как раз вот такого дипломатического подхода к тому или иному человеку. Сейчас, мне кажется, эта тема очень актуальна, поскольку развиваются отношения стран БРИКС с Россией. И, конечно, есть большое количество стран именно Востока. И вот здесь есть ли разница, да, восточная и западная дипломатия, восточный и западный культурный код? Как это транслируется? Вот на что обращать внимание, именно когда ты ведешь переговоры с представителем стран Востока? Восток делают тонкое, конечно, мы все знаем об этом. И, безусловно, взаимоотношения с людьми, которые представляют страны Азии, Ближний Восток, ну, даже Латинская Америка, они меньше нам знакомы. Мы традиционно, наш бизнес привык работать с европейцами либо американцами. Там, ну, более-менее уже какой-то стереотип сложился. Восток, конечно, где-то сложнее, потому что там очень много и традиционных обществ, где еще живут те традиции, которые были заложены давным-давно, какие-то ценности. И поэтому, опять же, мой совет, если есть такая возможность, она, безусловно, сейчас есть, у нас очень много информации можно найти в открытом доступе, изучить ту или иную страну и ее традиции, и бизнес-культуру. Я бы хотела, наверное, выделить несколько аспектов. Первое, это нужно понимать, какая соблюдается иерархия, и это очень часто на Востоке проявляется. Если на Западе, мы, в принципе, это не чувствуем с партнерами, а вот, например, если мы говорим о Китае, о Ближнем Востоке, там очень ярко выражена иерархия. Кто где садится, кто первым здоровается, кто подает руку. Вот это все нужно понимать. Это, если вы сделали ошибку, вы можете, в общем-то, вызвать, наверное, недоумение или какое-то такое, ну, недопонимание. И второй аспект, это научиться и понимать, как работать с подарками. Они на Востоке более приняты, чем в других странах. Вот это очень важно, причем там есть тонкости, естественно, как оформлять, как давать. Мы знаем, что японцы очень тщательно обязательно все упаковывают и передают, и даже есть манера давать все двумя руками, что у нас, в принципе, не принято. Китайцы очень внимательно тоже следят за тем, что подарили. Там, например, вот с китайцами нужно стараться дарить что-то, что будет визуально, то есть, на что можно посмотреть. Например, гравюра, картина, какая-то фарфоровая, скажем, чашка с блюдцем, а не просто, например, диск с записью какой-то музыки, ее нельзя увидеть. Вот они любят, чтобы все было зрительно. Вот подарки обязательно изучить и следовать этим традициям. И третье, наверное, такое важное, это культура еды, как ни странно. Она очень отличается, и здесь многое нам непривычно. Если, например, люди едут в Индию, понимают, что там будет совершенно отлично от нашей еда, она будет острая, она будет другой консистенции. Иногда приходится, и я думаю, даже людям, которые встречаются в бизнесе, есть, например, руками. Ближний Восток, Индия, это все там распространено, и я считаю, что человек должен себя готовить морально. Наш человек, понимая, что иногда в какой-то ситуации возможно будет неудобно попросить вилку с ложкой, нужно будет снизойти, и здесь вот такая, наверное, психологическая установка должна у человека быть. И немножко, конечно, познакомиться с культурой, и если вы попали в ситуацию, когда подаются только вегетарианские блюда, ну, надо как бы выдержать это. Вот здесь, ну, как говорится, стойкость, вот так же, как у разведчика, это свойство характера должно быть, такая, ну, то есть умение приспособиться, и где-то свои, свое я, свое желание придержать. Вот это очень важно в общении с людьми, которые, которые являются выходцами из вот тех стран, о которых мы говорим. Да, я считаю, что для бизнеса это очень важно, актуально, но есть еще такое понятие, как культурный код. вот это понятие, которое нас всех объединяет. То есть, я знаю, есть случаи, когда у человека безупречная репутация в интернете, в публичном поле, в пространстве, но коммуникация с ним не складывается, поскольку не, нет совпадения то, как он представлен, например, в публичном поле, и то, как он себя, например, ведет на переговорах. Вот что делать в этом случае? Ну, в этом случае я считаю, что не нужно допускать той вот ошибки, чтобы было расхождение. Все-таки в наших соцсетях и вот это, то, что мы называем личным брендом, он должен быть искренним, то есть, не нужно стараться показать себя не тем, кем ты есть. Но, если такое случилось, и вы увидели человека, вы поняли, что его образ в соцсетях совершенно иной, я считаю, что быть дипломатом, это значит не акцентировать на это внимание, не заметить, как бы, ну, то есть, по крайней мере, не выдавать свое удивление. Опять же, вот умение подстроиться, то есть, если вы это почувствовали, не нужно как-то эмоционально это воспринимать. Да, вы это поняли, вы поняли, что человек может быть сложнее, чем вы думали, значит, вы должны включать уже свое вот искусство, подстраиваться под любого, и здесь, ну, я думаю, не нужно высказывать, какие-то делать такие, наверное, определенные замечания, нужно просто как хороший дипломат выдержать, но уже понять, что человек другой и, возможно, даже, ну, в менее положительном смысле, значит, нужно научиться работать и, опять же, найти что-то, возможно, все-таки положительного того, что осталось. Мы, вот, то часто я тоже говорю о том, что в любой ситуации, когда она сложная, когда что-то не получается, когда человек в непривычной обстановке, помогает найти все-таки плюсы в той или иной ситуации, найти положительное, и это помогает справиться с эмоциональным вот таким напряжением и с недовольством. У нас это было часто, когда мы, например, переезжали из одной культурной в другую, вот культурный где-то код эминтаритет других стран, он отличался от нашего. Не все нам нравилось, скажем, в американцах, не все нам нравилось в французах, но мы старались найти позитивное и на это обращать внимание. И поэтому я считаю, что если у человека случаются какие-то неприятности, сложные ситуации, важно найти позитив, найти какое-то рациональное зерно. Очутившись в незнакомом городе, значит, найти что-то, что будет более знакомо. Опять же, с людьми познакомиться. Общение с людьми нам помогает выдерживать любые эмоциональные какие-то потрясения. Они нам нужны, эти коммуникации нам нужны, поэтому я советую всем очень внимательно относиться к тем, кто вокруг находится. Вы никогда не знаете, кто окажется с вами рядом в кресле самолета или в кресле в Сапсане, например. Уметь начать разговор, уметь войти, включить. Да, вот это очень важно. Хотя бы примерно просканировать тех, кто вокруг вас находится и понять, можно ли с ними продолжать отношения, интересны ли они. Это достаточно несколько вопросов, достаточно быть открытым человеком, и тогда коммуникация пойдет. И, кстати, это помогает тренироваться. Есть люди, которые боятся первого разговора, первого подхода. Они считают, что на них будут смотреть странно, что подумают, что они привязываются, подумают, что они чего-то хотят. Вот здесь, если вы тренируетесь на не очень важных вам людях, но уже вырабатываете свою манеру, вот это помогает потом уже работать с теми людьми, которые для вас важны. Но все-таки самая главная основа, то, что вы делаете, является система знаний, авторская система знаний, которую вы даете. И, Елена, скажите, где можно с этим познакомиться, где можно почитать информацию о вас? Информации сейчас много, есть несколько интервью, они иногда больше о нашем пути в разведке, о работе, но конкретно нетворкинг, это целый раздел, которым я и мой супруг сейчас активно занимаемся, мы проводим тренинги, мероприятия, куда приглашаем людей из бизнеса, людей, которые заинтересованы в том, чтобы научиться выстраивать вокруг себя экосистему человеческих отношений, уметь находить правильных людей, уметь решать задачи с помощью людей, и делать это умело, делать это с хорошим результатом, и эти результаты уже я вижу у тех людей, которые применяют нашу методику, которые действительно вдумчиво относятся к тем или иным людям, и вот в мае будет один из таких тренингов, который сейчас готовится, он как раз будет направлен на то, чтобы показать методику, не только вообще коммуникации, но и каких-то вот, наверное, таких элементов или упражнений для того, как в трудной ситуации находить в себе силы, и идти дальше. Как найти вас для того, чтобы записаться на тренинг? Можно прочитать мой телеграм-канал, я буду, есть в ВКонтакте тоже моя страничка, я там буду об этом рассказывать, и есть специальный сайт, созданный для мероприятия, ближайшего мероприятия, он тоже, я его буду вот и ВКонтакте, и в телеграме показывать. А телеграм-канал как называется? Вавилова 007. О, все просто, агент 007, да, поэтому запоминайте Вавилова 007, заходите прямо сейчас на телеграм-канал, подписывайтесь, читайте полезные новости, и все узнавайте о том, как эффективно продолжать и создавать коммуникацию в бизнесе и в жизни. Елена Станиславовна, последний такой вопрос, вот буквально пару советов, да, рекомендаций, как эффективно ежедневно поддерживать и выстраивать коммуникации с миром, вообще любая сфера жизни. Универсальный ваш совет. Как я сказала, нужно это делать ежедневно, то есть это постоянная работа, нельзя неделю заниматься, а потом все пустить на самотек. Это одно, и, наверное, такой еще совет о том, что нужно окружать себя людьми, которые в чем-то лучше вас, стремиться к тому, кого вы считаете более успешным. Почему? Потому что эти люди будут вести вас вперед, будут вас подпитывать. То есть, если у вас среди ваших контактов есть люди, которые немножко успешнее, немножко лучше и в коммуникации, и в бизнесе, и какую-то методику применяют в своей компании, каким-то образом, например, есть очень такие социально ориентированные компании, которые активно проводят работу и устраивают лектории, и вот окружить себя людьми разнообразными, разных спектров, это очень важно. И мне хотелось бы, чтобы каждый человек, в общем-то, находил в этом удовольствие, потому что наше счастье в конечном итоге зависит от того, с кем мы. Это способствует нашему личностному росту, и, в свою очередь, личностный рост ведет нас к успеху и в бизнесе, и в жизни. Это важно. А я думаю, что важной частью жизни каждого из нас является коммуникация. Поэтому вкладывайте свой ресурс, потенциал в то, чтобы развивать коммуникацию, чтобы быть в ней максимально эффективным, потому что общение – это наше все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова